Известность жук-бомбардир сыскал благодаря своему особому защитному механизму. В случаях опасности он выстреливает во врага едкой саморазогревающейся до ста смесью химических веществ. Причем делает это с особой точностью и невероятной скоростью. Этих артиллеристов животного мира можно встретить практически на любом континенте, кроме Антарктиды, Австралии и Новой Зеландии. Взрослые особи живут в расщелинах, под камнями или поваленными деревьями. Личинки же ведут паразитический образ жизни, удобно устроившись на куколках водолюбов, ветрячок и прочих жуков. Внешне жуки-бомбардиры ничем не примечательны. В длину, в зависимости от вида, они достигают от 5 до 15 мм. Окраска двухцветная, над крыльями черные или темно-синие, а голова, грудь и ножки, красно-оранжевого цвета. Своё военное название они получили благодаря особому защитному механизму, позволяющему выстреливать в противника едкой жидкостью. Нечто подобное встречается и у обыкновенных жужелец. Но только у жука-бомбардира температура этой смеси во время выстрела достигает практически стос, что вызывает сильнейшие ожоги у нападающего. Защитный механизм представляет собой целую химическую лабораторию внутри насекомого. Всё начинается с его глант, в которых вырабатываются два химических элемента – перекись, пероксид, водорода и гидрохинон. От глант идут длинные каналы, которые соединяются с большим резервуаром, выполняющим роль своеобразного хранилища этих химических элементов. Он в свою очередь соединён с особыми реакционными камерами, стенки которых выстланы клетками, вырабатывающими окислительные ферменты, каталазу и пероксидазу. В моменты опасности нервная система жука посылает импульсы, и стенки большого резервуара сжимаются. Находящиеся в нем химические вещества попадают в камеру взрыва. Происходят экзотермические реакции, которые высвобождают свободный кислород и вызывают нагрев этой смеси до стаз. И вся эта едкая и жутко горячая смесь буквально за сотые доли секунды попадает на противника. Причем это не одноразовый выстрел, а череда точно направленных залпов на невиданной скорости – до 500 раз в секунду. Подобный механизм действия можно встретить разве что в воздушно-реактивном механизме немецкой бомбы В-1, применяемой во время Второй мировой войны. В связи с этим у ученых возникает множество самых разнообразных вопросов, как жук может вырабатывать правильные химические элементы. Как эти животные могут создавать и держать внутри своего тела жидкость такой температуры, причем без вреда для своего здоровья, и многие другие. Надеемся, что в скором времени мы сможем прочесть ответы и на эти вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!